добрый вечер дамы и господа друзья товарищи сегодня решила я вам показать свои пепельницы собралось у меня тут немножечко ну конечно не не шедевральные не сказать что там очень очень ну какие уж есть для меня то все красиво любое произведение искусства для меня уже кажется красиво а ведь они тоже относятся к искусству пусть они может быть и не произведения пусть они штучки все равно некрасивые я лично так считаю некрасивых в искусстве изделий можно сказать не бывает так же как и в природе все красиво абсолютно ну вот начну с этой курочки ой какая прелесть не знаю как вам я вообще не придирчиво для меня все красиво всегда все устраивает можно сказать очень красивая курочка курочка лично для меня тяжеленькая сделана она из силу мина наверно уже многие знают это сплав каких-то металлов это мне отдала валентина иванна моя приятельница из деревни нисколько ей не было жалко я увидела у нее сказала ой какая курочка восхитилась как всегда она говорит ну забирай и все я с удовольствием взяла курочка советских времен вот смотрите даже есть цена цена 2 рубля 60 копеек вот пожалуйста так что курочка довольно таки пожилая советских времен так ну все сильно уж не буду наверно останавливаться то вечно длинные видео получаются вот это прелесть тоже пепельница пепельница шкатулка она привезена из индии моя подруга людочка кстати у меня тоже люди окружают и в ютубе люди и в жизни две люди у меня есть подруги вот одна из подруг подарила мне эту шкатулку пепельницу ну где-то наверное в конце 90-х годов может начале двухтысячных точно уже сказать не могу ее друзья ездили в индию подарили ей но она знает что я тогда очень индии увлекалась и вот она мне подарила здесь сделано из натурального дерева резная резные цветы красивые прелестное я очень люблю деревянные изделия тем более индийская индийские изделия вообще все качественные особенно лекарства ну лично для меня я очень уважаю индийские лекарства вот такая пепельница шкатулка это наверное медная потому что легкая и цвет вот такой латунь обычно тяжелая я сюда кладу какие-нибудь мелочные штучки иной раз маленькие украшения иной раз монеты старые у меня их очень много я просто не стала закрывать чтобы вам открывать теперь потом закрою так вот это пепельница шкатулка тоже мне очень нравится это я нашла в гараже у одной своей близкой знакомой в городе увидела попросила но она конечно мне отдала она там стояла вся бедная грязненькая ржавая я ее отмыла привела в порядок чуть-чуть даже отреставрировала покрасила тонна вообще была никакая вот внутри как шкатулочка идет я тоже сюда монетки всякие старые кладу ну или еще что-нибудь значки и какие-нибудь да хоть что кому что угодно вот орг стекло я так думаю из орг стекла все это сделано египетские древние египетские мотивы красота фараоны пирамиды фараон с колесницей просто прелесть так что привезена на на из египта ну лет наверное пятнадцать двадцать тому назад просто хозяина не стало поэтому без надобности стояла у них гараже ну вот теперь теперь она у меня живет это пепельница шкатулка очень красивые мотивы можно любоваться даже вот этими рисунками конечно может быть я излишне все хвалю но я же говорю что для меня всегда все красиво я даже в комментариях всегда пишу не выделяю ничего потому что все красиво ну вот такой ботиночек ну ботиночек наверно всем знаком многие видели этот ботиночек но они разных видов разного дизайна эти ботиночки туфельки но это тоже пепельница но правда как всегда с ранением с небольшим ну что сделаешь раз мне отдали чушь и выкидывать что ли буду конечно я приму керамический ботиночек довольно хорош кстати тяжелый такой но подходящий краски не было поэтому выделяется но ничего страшного пусть стоит для красоты красота же как можно вот из глины из керамики вот сделать вот такой ботинок шнурки вот как это можно создать естественно я считаю любое искусство достойно внимания и похвалы так вот еще пепельница стеклянная но эту пепельницу я уже показывала кто внимательно смотрит и запоминает запомнили когда карамельное стекло я показывала пепельница советского периода тяжеленькая это мне наташа моя отдала в прошлом году когда уезжала в город из этой деревни толстенькая цвет такой может быть не сильно карамельный но такое желтовато коричневый как с дымкой очень изящная без сколов без повреждений вполне приличная пепельница так вот еще одно произведение в кавычках ну это наверное вы как вы догадались друзья это как всегда мое произведение давайте с вами поиграем я хочу задать вам вопрос из чего сделано это пепельница главное розовым покрасила обычно пепельницы по моему в темный как-то цвет кажется красят хотя с этим я и не знакома в общем то ну как покрасила так покрасила это первая моя работа и можно сказать тоже вот пожалуйста друзья вот внимательно покажу вам кто не пренебрежет моим вопросом пожалуйста напишите у кого какие задумки я например люблю очень когда мне вопросы всякие задают очень мы в инстаграм часто играем в такие игры там девочки выставляют такие предметы такие штучки привезенные в основном из европы посуда такая интересная которая никогда не слышала и не видела ну вот мы угадывали но я правда ни разу не угадала потому что таких штук я никогда не видела и не слышала еще раз повторюсь с посудой я говорю что совсем не знакома да и вообще с такими особо у меня в основном все было духовное всегда так что пожалуйста друзья товарищи может кто-нибудь напишет из чего сделано это пепельница говорить не буду вот в комментарии напишите кто будет потом я скажу напишу так вот еще одна пепельница стеклянная ой тоже тяжелая это же надо я не знаю все наверно грамм 600 точно весит если не больше очень тяжелая как по моим прессованное стекло называют ну пепельница очень старая тоже советского периода это мне двоюродная сестра надюх отдала здесь как виде подсолнуха гравировка или рисунок очень такая прямо таки весомая клейма никакого нет может быть наверное как все говорят на старых предметах до 60-х годов не ставили клеймо но пепельница да очень давно у них по моему стоит стояла ну и сестра сказала что давным-давно так что вот такая пепельница довольно таки тоже красивая ну и на десерт вот эту красавицу покажу ой ну вот это это уже очень красивая тут я бесспорно могу утверждать и сказать что это красивая штучка коллекционная вся в золоте смотрите и здесь золото и написано египет золотом тоже привезенная откуда-то из-за границы это сыну отдала его подруга лет на 20 тому назад так мы уже 15 там может лет 18 тому назад она была спортсменка по легкой атлетике ну может быть до сих пор просто мы уехали из города деревню и она ездила по многим странам это я точно знаю и видимо привезла оттуда ему презента он не курит тоже знает мое увлечение отдал мне смотрите какая красота вот и клеймо даже есть royal porcelain collection design england королевская фарфоровая коллекция дизайн англии но буква к что означает вот это я не знаю я попыталась найти в интернете но не нашла всячески пробовала поэтому не могу сказать то ли в англии это сделано то ли еще где то но вообще судя по записи английская коллекция королевская королевская фарфоровая коллекция коллекционная пепельница и дизайн англии вот такой вот такая пепельница красавица мне очень нравится но вот это золото но просто прелесть это конечно деколь но вот эти все подрисовки это все ручные тоже египетская тема тоже царицы фараоны ну вот и все друзья все что я хотела показать конечно у меня их немного и не шедевры но я же не коллекционер как я уже говорила я любитель любитель стари старинные всяких штучек вот смотрите сколько у меня тут часов всяких стоит кстати вот эти первые часы они сделаны вот это вниз черные сделаны из бакелита все проверенные я в инстаграм недавно видела там тоже сказали а вот этот корпус стекля это хрусталь оказывается я даже вот насчет хрусталя даже не знала чтобы келита я давно знаю и все все это мне тоже отдали так первые часы тоже идут последние идут точно знаю так третий точно не могу сказать вот предпоследние тоже идут просто я их все отключила потому что слишком много часов они тикают потом вот над головой еще тесы висят в той комнате еще тикают потом покоя от них нет ну все друзья спасибо всем за внимание кто смотрел за комментарии за добрые за лайки здоровья всем как всегда успехов во всем благополучия во всем и всем пока пока